привет девчоночки хочу вам показать вот эту книжку с рисунками ивана баринет x и господи с кого началась начался наш часик с его ведьмочки я тогда по горячим следам посмотрела что у нас тут продается его и срочно купила эту книжку потому что ну как тут же еще и море все совпало это такое перевертыш старика и моря немножко тоже философская книжка вот это видите это кит такой из кленовых листочков из чего я заключаю что несмотря на то что это у нас испанцы ребята этот товарищ наверное канадец катя похож судя по одежде и потому что там холодно и вообще все море она почему-то изображена именно листьями они водой такой вот фарзат якорь который цепляется за небом повествование идет в виде такого дневника утро вечер утро вечер вот утром охотник он ищет ищет кита который отбился от стаи и он его хочет настигнуть такие смотрите какие карандашные очень у него деликатно карандаш на лена это вот про твою душу вот он весь внимание не видно даже глаз но сама поза вся устремлена в поисках карпун который готов его поразить это вечер китобой он ночью он романтик он любит звезды он любит думать о них об этих далях холодных считать эти звезды сквозь дрему он продолжает думать о ките которого он настигнет опять олицетворение кита и он такой просыпающийся его ищет беспокойную сон а кит его дразнит всплывает вверх в небо большой пока недостижимый вот холод собачий какой шарф опять день светлом китобой профессионал своего дела ищет и злиться что кит на горизонте прыгает к солнцу и дразнит его никак его не настигнет опять вечер китобой опять считает звезды и думает о ките которого он поймает напрощенного неба опять день опять работа напряженную лицо это не видно и снова вечер и снова он обращается к звездам вот это он то ли спит то ли смотрит на них как это кита он не может дотянуться до звезд им от этого грустно в общем ему очень одиноко и он то обращается к звездам которые его не слышат тот киту который от него убегает холодно и одиноко вот он спит в этом пространстве что-то в нем есть от космонавта получал звезд первых под утро вот это уже рассветный такой свет и вот кит прямо под ним оказался вот он стряхивает себя сон видите стряхивает себя сон одевает одевается колпак то есть такое пограничное состояние между сном и явью и время как будто замерло такое вязкое время кит очень медленно скажет скользит под бортом у охотников вот единственный разворот где у него раскрыты глаза это вот расширенные зрачки он весь внимание пригляделся киту никогда он его не видел так близко он увидел его тело да на нем нет живого места ахает китобой чем все тело кита в следах в ранах от других гарпунов от кораллов от скал об которой его бил шторм в ракуши которые на нем наросли он трогает это тело вот видите его гладит и читает эти письмена и они напоминают ему звездное небо то есть такой случился контакт это все еще момент между ночью и днем грезами и явью такое вот состояние ну вот пришел день и охотник стал охотником кит проснулся и они посмотрели друг другу в глаза наконец-то сейчас и тобой одолеет его уже сильнее он считает что он сильнее ему это надо доказать но что-то пошло не так что-то остановило его и вот он смотрит как кит удаляется вдаль и солнце провожает его и вот он в раздумьях мир преобразился вокруг него